Всем привет, это G.O.B. Channel, вы смотрите новый выпуск. Я сегодня приехал на регистрацию атлетов на юбилейный 10-й Гран-при NBC. Я здесь для того, чтобы, во-первых, посмотреть, сколько будет атлетов, да, потому что ходят слухи, что рекордное количество участников. Во-вторых, среди атлетов будут Сергей Данилов и Сергей Сергеев. Хочу зафиксировать, в какой они форме за сутки до турнира, хочу посмотреть. Если я посмотрю сам, то, конечно, засниму и для вас, да. Так мы работаем. Ну и в-третьих, еще один очень важный повод. Сегодня здесь проводит семинар Липрист. Липрист, который приехал в Москву. Сегодня у него семинар, завтра он почетный гость на 10-м Гран-при NBC на ВК Стадиум. Именно поэтому я здесь настроен сделать такой экспресс-материал, для того, чтобы, как всегда, держать вас в курсе. Вы, в свою очередь, можете поставить экспресс-лайк и оставить комментарий после просмотра, потому что это, правда, очень помогает в работе. На самом деле, стоит признать, на этой неделе все совпало. И приезд Лии, и крупный турнир. За океаном проходит Нью-Йорк Про на этих выходных. Гостевое позирование звезд на Питцбург Про тоже не успели обсудить. Я думаю, что к этим темам мы еще вернемся на следующей неделе. А пока я в поиске новых лиц, новых героев, благо, атлетов на регистрации как никогда много. Ну, еще процесс пока идет, но мы перевелись за 500. Для меня это такая была стратегически важная отметка, которую мы долго-долго планировали. Наконец-то на юбилейный таксофал мы сегодня выполнили. Это круто, конечно, я доволен. Это значит, что мы развиваемся, люди хотят у нас вступать. Это очень-очень важно. Опять же, давайте по порядку. Сергея Данилова я застал. На прошлых выходных он выступал в Калининграде на турнире Федерации NPC. Это был первый его турнир в этом сезоне. Покажу несколько снимков с этого турнира. Ну и предложил Сергею прокомментировать, как это было. Как вы вообще самочувствуете, Серега? Очень хорошее. Жду завтрашний день. Встретили очень хорошо. Организация на высшем уровне. Парни приехали поддержать. Серега, мало информации, мало информации про Калининград. Скажи буквально пару слов, как оно было. Все очень понравилось. Тоже организация великолепная, тайминг отличный. Проба пера была. То есть попробовали, посмотрели, сцену почувствовали. Сейчас будет более уверенно. Завтра кельфанем. На следующей неделе будет старт, на котором мне надо будет быть на 150%. Здесь же будет проводиться семинар. Здесь же стенд брендовой одежды Федерации. Такой же стенд будет завтра на турнире. Я уже рассказывал, что Федерация развивается в разных направлениях. В том числе шьет одежду для атлетов и всех, кому близка тема спорта. У девочек должно быть много маячек. Да, белого. Просто она порой когда берет, а может быть и третья еще. Может быть зеленая. Вообще это важная часть индустрии. Свой бренд я за столько лет так и не сделал, бог знает почему. Так что делюсь успехами других. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании. Ровно как и всегда стараюсь в описании оставлять ссылки на видео, которые использую. Или, как в данном случае, на профили атлетов, о которых буду рассказывать. Как раз об атлетах. Тем временем на втором этаже лофта уже были одни из звезд завтрашнего турнира. Что касается дня сегодняшнего. Сергей Данилов и Сергей Сергеев действительно оба продемонстрировали свою форму. И, соответственно, я вам ее сейчас покажу. Изначально атлеты не хотят показывать свои кондиции. То, что донесли до турнира, до регистрации. Сергей Данилов и вовсе сегодня только самолет. Он прилетел в Москву. Сергей Сергеев уже был здесь. Но он, скажем так, утомлен. Утомлен подводкой, ожиданием турнира. Но в итоге оба, как это бывает с бодибилдерами, серьезно. Оба вошли в процесс. Устроили самое настоящее позирование. Благо, свет располагал. И в результате можно с уверенностью сказать, что оба в отличной форме. И завтра покажут свой максимум. Ли Прист, стоит признать, оценил форму молодых атлетов. Остался под впечатлением. И это парни еще не загрузились. Это они еще без грима. Так что я уже жду завтрашний день. Планирую поделиться с вами качественными кадрами сравнений. Я доволен, что они привезли классную форму. То есть они находятся в пиковых кондициях на нашем турнире. Это круто. А прогнозов я давать не буду. Потому что это, как говорится, дело неблагодарное. Завтра все увидим. Я думаю, что выступление и Данилова, и Сергеева. Он Сергеев выступал, Данилов. Как бы украсть что ли наш турнир. Все-таки я считаю, что Данилов это тот человек, который уже может все-таки переходить к профессионалу. То есть у него уже готовые объемы. Да, немножко еще можно добавлять там и так далее. Но у любителя ему сидеть не стоит. Ну и, конечно, для многих главное событие этого вечера – это семинар Леприста. Прямо сейчас семинар продолжается. Леприст отвечает на вопросы тех, кто пришел. Стоит отметить, полный зал. Полный зал. Зрители пришли на Леприста. Для того, чтобы посмотреть на него, на легенду, как многие его считают, на легенду бодибилдинга. Задать свои вопросы. Ли сразу же обозначил, что запретных тем для него нет. Личная жизнь, фарма, выступления, подводка, жизнь после соревнований. Можете спрашивать все, что хотите. Максимально открытый человек. Что вот в последние дни много слышу подобных отзывов о нем, что располагает к себе. Это просто невероятно. Я просто даже не думал, что я с ним в одной комнате окажусь где-то даже, вот увижу. А вот только что мне сам Леприст дал советы, примерно, ну, рассказал, как избежать судороги, что он делал перед шоу. Вот, собственно. Я просто в шоке сам. Я из Сибири вообще переехал в Москву. А то, что я увижу Леприста вживую, то есть не говорить, я вообще никогда даже не мог подумать. Бесценно, бесценно. Ли, при всех прочих равных, что он абсолютно адекватный и не требовательный как человек, такой, можно сказать, свой, да, парень. Но, тем не менее, идет определенный процесс подготовки, сопровождения вот здесь. И все это, как бы, в одно время. Если был бы отдельный семинар, было бы намного проще. А так приходится некоторые вещи учитывать. Действительно, полный зал. Все продумано вплоть до синхронного переводчика. Причем переводчика в теме. Друзья, кто помнит, Денис Успешный. Он переводил Кая Грина, Сити Флетчера, Арнольда Шварценеггера и других атлетов на мероприятиях. И плюс у него был свой YouTube-канал «Преступники на диете». Он переводил и озвучивал видео. Рад был его видеть и рад, что он стал частью этого мероприятия. Насколько я понял, с прошлым каналом у него были проблемы. Не уточнил, занимается ли он сейчас переводами. Если кто в курсе, если он ведет канал, напишите в комментариях, и тогда я добавлю ссылку в описании. Что касается самого Леприста. Он уже готовился появиться перед зрителями. Чуть не случился инцидент на лестнице. Благо, Ле удержался на ногах. И все сложилось удачно. По правде, я присутствовал не на всем семинаре. Но некоторыми фрагментами поделюсь с вами позже. Переведу и озвучу. «В принципе, ты знаешь, мы после анонса первые три дня уже продали порядка 100 билетов. И я понял, а я делал планку себе 100 билетов. Семинар такое дело в современном мире. Как-то все в офлайн, онлайн, уже больше мало ходят. И мы продали, я не знаю, не считал. Но в зале, мне кажется, за 200 человек. Это очень круто. То есть, это значит, что актуальность Леприста, она сейчас есть. Значит, люди хотят видеть, хотят. Классные вопросы такие задают, которые действительно интересны для спортсменов. Поэтому я доволен. Я доволен то, что мы сделали. И мне кажется, мы подарили звезду мировую, которая может сегодня разговаривать с ребятами на все любые темы. Вопросы, ты знаешь, видел, там звучат абсолютно разные. То есть, никто не стесняется говорить на любые темы. Друзья, у меня на сегодня все. Все. Уже завтра, в воскресенье, на ВК Стадиум, 10-й юбилейный гран-при NBC. Кто еще не брал билеты, но хотел бы присутствовать и задается вопросом, где, собственно, те самые билеты достать. Ссылку я оставлю в описании. Да, новая площадка ВК Стадиум, она больше в три раза. Ну, мы там немножко поколдовали с оформлением. Подошло время, когда мы не помещаемся. Там, где мы были раньше, мы просто при таком количестве спортсмены просто были лежали друг на друге. Поэтому мы, скажем так, пошли туда, как минимум, ради спортсменов. Поэтому работаем, до сих пор при этом продаются. В любом случае, дайте обратную связь, дайте комментарий по поводу того, что я вам показал в этом небольшом выпуске. Да, я постарался сделать его оперативным. И подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за активность, за поддержку. И, как всегда, спасибо, что смотрите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!